Первое, что я делаю как врач, если кто-то приходит ко мне и говорит, что у него депрессия, я задаю себе вопрос, что этот человек имеет в виду? Так что я должен выяснить. Потому что, может, он не в депрессии, может, у него повышенная тревожность, а может, у него навязчивые идеи. Существуют разные виды сильных негативных эмоций, поэтому их нужно различать. Но следующий вопрос, который вы должны задать, что ж, у вас депрессия? Или у вас ужасная жизнь? Или же комбинация того и другого? Если у вас депрессия, то, насколько я могу судить, ваша жизнь не ужасна. У вас есть друзья, у вас есть семья, у вас есть интимные отношения, у вас есть работа или карьера, и вы достаточно образованы с учетом вашего интеллекта. Вы разумно используете свое нерабочее время. Вы не зависите от алкоголя или других соблазнов. В фундаментальном смысле вы участвуете в жизни общества, и все это работает. Если у вас все это есть, но вы чувствуете себя просто ужасно, то вы либо больны, либо у вас депрессия. Иногда в таких случаях применяется биохимическое лечение. Мой клинический опыт говорит, если у вас полноценная жизнь, но вы при этом в депрессии, и начинаете принимать антидепрессанты, это, скорее всего, вам очень поможет. А может, у вас и не депрессия вовсе. Может, у вас ужасная жизнь. На что это похоже? У вас нет отношений. Полный бардак в семье. У вас нет друзей. У вас нет планов. У вас нет работы. После работы вы тратите свое время не просто плохо, а деструктивно. У вас есть потребность в наркотиках и алкоголе, или же другой порог, например, зависимость от порно. Вы не принимаете участие в жизни общества. У вас нет никакой опоры, которая могла бы вам помочь в вашем нынешнем положении или помогла бы двигаться вперед. И тогда, как терапевт, вы делаете две вещи, если это депрессия. Как таковая, то, как я уже сказал, иногда применяется биохимический подход посредством питания. Можно воспользоваться другими способами. Можно использовать физиологический подход. Если у вас депрессия, но личная жизнь при этом в порядке, можно подойти к этому концептуально. Иногда вы можете использовать сны, чтобы помочь людям, потому что сны содержат семена возможного будущего. И если человек действительно хороший сновидец и может анализировать сны, то это может оказаться полезным. Но, похоже, это применимо к более творческим людям. А для тех же, у кого ужасная жизнь, это выглядит так. Что ж, у вас ужасная жизнь? Ну так, давайте определим фронт работ. Как насчет того, что вам нужен друг? Один. Своего рода друг. Ты вообще знаешь, как пожать руку и представиться? И я прошу человека показать мне это. Давай сделаем это. Вот так. Привет, я Джордан. А люди не знают, как это делается. Они даже не могут сдвинуть дело с мертвой точки. Для тех, кто слушает, Джордан только что крепко пожал на руку. Да, не как половая тряпка. Понимаете, есть элементарные социальные навыки, которые гипотетически, если о вас хорошо заботились, вы учите в три года. Иногда люди... У меня было много клиентов, на которых никто никогда не обращал внимания. А им требовалось 10 тысяч часов внимания, просто чтобы их послушали, потому что у них накопилось 10 тысяч часов разговора, которого они ни с кем не вели. Они запутались в своих мыслях. И им нужно было... Помню одного клиента. Я работал с этим человеком 15 лет. И она хотела от меня, так это чтобы я заткнулся ко всем чертям. И молчал 50 минут, что было очень трудно для меня. И просто рассказать мне, что с ней произошло. И только в конце разговора я могу хоть немного обсудить с ней концовку. А потом с годами, по мере того, как мы продвигались, время, уделяемое обсуждением, увеличивалось пропорционально вплоть до того момента, пока мы не перестали встречаться, когда моя клиническая практика рухнула. Мы разговаривали около 80% времени. Она в буквальном смысле никогда не получала должного внимания. В контексте таосизма она была неотесанным камнем. Ее не коснулся пламенный меч, который отделяет зерна от плевел. Такое можно применять в терапии. Если вы это слушаете и у вас депрессия, то я бы советовал, если вы можете найти терапевта, а это становится все труднее и труднее, так как быть терапевтом стало незаконно, потому что вы должны соглашаться со своим клиентом, а это самое ужасное, что с ним можно сделать. Точно так же, как ужасно безосновательно ему перечить. Вы можете заниматься самосовершенствованием онлайн, к тому же это помогает составить автобиографию. Если у вас есть воспоминания более чем 18-ти месячной давности, которые беспокоят вас, значит, какая-то ваша часть заперта в них, неразвитая. Ваша часть все еще заперта там. Это метафорический способ мышления. Именно поэтому у вас возникает эмоциональный отклик. И вы можете написать о своем прошлом опыте, но если с вами случилось что-то плохое, я советую подождать хотя бы 18 месяцев, ведь в противном случае, столкнувшись с этим опять, вы лишь навредите себе. Автобиография поможет вам привести себя в порядок. Это анализ недостатков и достоинств. Это настоящее авторство. А затем есть упражнение, которое поможет вам составить план на будущее. Это молодежь, которая его выполняет и при этом учится в колледже всего лишь 90 минут. Составление будущего — 90 минут. Так вот, у них на 50% меньше шансов бросить учебу. Это все, что вам нужно. Значит, порою депрессия — это гнетущее облако, которое не дает сделать хотя бы шаг к выходу. Вы сказали «изолированы» — заведите друга. Знаешь, иногда... Первый шаг всегда очень трудный. Боже мой, иногда все гораздо хуже. Например, у меня были клиенты, пребывавшие в такой депрессии, что буквально не могли встать с кровати. И каков был их первый шаг? Ну, например, можете ли вы сегодня хоть раз сесть? Нет. Можете ли вы приподняться на локтях хоть раз за сегодня? Вы как бы уменьшаете размер этого дракона, пока не найдете тот, который можно победить и продвинуться вперед. Существует жизненный критерий. Уменьшайте размер драконов, пока не найдете победимых. Это придаст вам некую цель. Сопоставьте ее с усилиями. Но плюс здесь в том, ведь вы думаете «Боже, это угнетает!» То есть я должен начать с того, чтобы... чтобы сесть? Ну, если вы не можете сидеть, то придется. Но плюс здесь в том, что это, по сути, распределение Паретто. Совокупности растут экспоненциально. И неудачи, кстати, тоже. Но совокупности растут экспоненциально, поэтому однажды начав, можно быстро набрать ход. Человек, о котором я рассказывал, был не способен сидеть со мной в кафе, когда мы впервые встретились, только разговаривать, даже несмотря на то, что я был ее терапевтом, но в итоге она выступила со стендапом. Так что, знаете, на это ушли годы, но все равно большинство людей не будут заниматься стендапом. Это чертовски большое достижение. Еще она читала свои стихи на сцене. Так что для человека, который был оцепеневшим от социальной тревоги до состояния паралича и начинал с малого, это чертовски большое достижение. Субтитры создавал DimaTorzok